Всем здравствуйте! Всех вас рад видеть на моем канале, на моей разводне. Сегодня будет очень много новостей, даже не знаю с чего начать. Давайте начну вот с гурами. Помните, одна гурами болела, я ее сюда пересадил, вот такую вот баклажку, обработал ее синькой. Ну и еще сюда вот эту баклажку добавил на лохитки немного. Вроде бы так наблюдаю, нормально она себя чувствует. Ну и вот эти, которые порезы у нее были на теле, скорее всего от паразитов, как бы вот эти ранки начали заживать. Ну и еще понаблюдаю, вот кушает не ахти как. Я периодически сюда продувочку тоже включаю. Далее давайте посмотрим на лорикари. Посмотрите, как малыши подросли. Сегодня буду делать здесь сифонку дна. Про лорикари дальше еще речь пойдет. Тоже думаю, вместе со мной порадуетесь. Ну а сейчас давайте перейдем к новым рыбасикам. Ну как новый? У меня есть огненные барбусы. Ну и вот еще себе приобрел огненных барбусов. Если быть точнее, не приобрел, а поменялись. Такой бартер сделали. То есть подписчик моего канала связался со мной. Ну и сказал, что у него есть огненные барбусы. Ну и мы поменялись. Здесь я ему вишневых барбусов, он мне огненных барбусов. Здесь было 6 штук. Один самец ушел в мир иной, к сожалению. Ну вот за этими буду наблюдать. Здесь вот одна самочка простая, которая она вот с икрой. Можно сажать ее на нерест. Уже икры будет довольно-таки много. Ну а вот такие вот валевые. Нужно еще, конечно, покормить их усиленно. Ну надеюсь, что наберут они икру. Удастся мне их отнерестить. Потому что, как вы знаете, у меня там самец красавчик есть. Давайте вам его покажу сейчас. Вон он там на заднем плане. Вот, смотрите, какой красивый, яркий самец. Он очень и очень старый, этот самчишка. Ну, надеюсь, все-таки мне удастся получить от него потомство. Потому что, ну, хочется, чтобы эта линия сохранилась. Ну, где-то еще недельку, думаю, он потерпит, поплавает здесь. Ну и потом я посажу его на нерест. Давайте перейдем к следующим приятным новостям. Посадил красного неона на нерест. Как вы знаете, у меня уже есть осматическая установка. Ну и вот я решил снова попробовать отнерестить красных неонов. Все никак у меня не получается. Не могу их отнерестить. Не знаю, в чем дело. Скорее всего, дело в самцах и в воде. У меня получилось 7 пар, 7 нерестовиков. Причем вот в этом 7 нерестовике здесь такой самчишка, ну, прям малыш, можно сказать. Ну, не знаю, отнерестится он или же нет. Ну, вот один нерестовик остался свободным. Как вы видите, здесь еще пузырьки есть, то есть вода свежая. Я неонов посадил вчера на нерест. Сегодня, ну, думал, с утра какая-нибудь пара хотя бы одна отнерестится, но нет. Оставлю еще на один день. Если не отнерестятся, то еще на один день их оставлю. То есть, думаю, трое суток, ничего с ними не будет. Если не удастся получить от них потомство, ну, буду что-то менять, экспериментировать. Возможно, самцов по-другому буду кормить. Ну, потому что видно, что самочки с икрой. Вот самцы как-то, не знаю, самцы мне не нравятся, если честно вам так сказать. Что-то я неправильно сделал. Далее тоже по нерестовикам. Вот здесь две пары молодые посадил. Меня просили красную тернецию. У меня уже не осталось, я ее всю распродал. И вот одна пара вот нерестицы мы прям нерест можем наблюдать. Вот она. Пара эта. Красная самочка и розовый самец. Ну, а вот эта пара молчит. Тишина. Они довольно-таки молодые. Ну, высажу вот эту пару. У меня там и старые уже тернежки готовы. Вот такие довольно-таки крупные. Давайте им, давайте вам сейчас покажу. Вот они. Тернеции. Посмотрите, какие крупные самочки здесь. Ну, а вот здесь самцы. Причем сюда попала одна самочка. Я не знаю, наблюдал, где эта самочка. Вон, видите, икра сброшена. Побелевшие икринки. Ну, видать, нерест был. Ну, самочку я не нашел, если честно. Тоже скоро их буду сажать на нерест после неонов. Давайте еще продолжим. Сейчас вам покажу еще два нерестовичка. Здесь был нерест голубого неона. Я вот взял фонарик. Икры, посмотрите, не так много. Икра вся побелевшая. Но пару личинок здесь есть. Вот здесь будет получше видно. Тоже посмотрите, сколько икры побелевшей. Ну, и здесь тоже личинка есть. Вот мы можем наблюдать. Тут некоторые всплывают, по дну плавают. Ну, такие. И личинка слабоватая. Ну, и ее здесь не так много. Может быть, штучек 20 примерно. Плюс-минус. Ну, оставлю. Буду поднимать вот эту личинку. Ну, а в скором времени я сюда снова посажу неонов. Вот я их сюда пересадил. Прям и самочек, и самцов. Буду их обильно кормить. Разными кормами буду кормить. Я сюда даю и артемию живую. Суки корма. Живые корма. Трубочник режу даю. Мотылек даю. В общем, я думаю, им здесь будет хорошо. Потому что я активно кормлю анцитрусов. Там, видите, светлые анцитрусы, как подросли. Ну, и ларикарий тоже прибавили хорошо в росте. Давайте как раз перейдем к другим ларикариям. Не к этим малышам. Мы их наблюдали. Но снова вот примерно сколько им здесь, да, они подросли. Недели две, наверное. Через неделю две. Снова нерест. Ларикарий произошел. Вот в этой трубочке они сейчас. Вон, видите, две особи. Ну, я не стал стекла протирать, что-то делать, чтобы не спугнуть. Ну, вот фонариком посветил, чтобы вам было видно. Скорее всего, это другая самочка нерестится. Потому что я заметил, у них примерно одна самка. Где-то цикл у них чуть меньше месяца. Месяц чуть меньше. За это время самка набирает икру хорошо и нерестится. Ну, как хорошо. Максимум у меня было вот 40 мальков. Это просто очень много. 40 мальков с одной самочкой. Это, ну, на мой взгляд, много. А так в основном, как вы видели, вот, ну сколько, 15-20 в лучшем случае. 10 мальков. Даже вот в этом аквариуме я оставлял 5 мальков, не знаю, выжили они или нет. Просто как эксперимент. Ну, скорее всего, их, конечно, тут объедают ларикарии покрупнее. Ну, я специально вот этот аквариум не чищу. То есть, стеночки оставляю. Только переднюю стеночку иногда я очень редко так тряпочкой протираю. Еще вам хотел немного рассказать про осмос, осматическую установку. Вот она у меня здесь стоит. Все отлично. Работает хорошенечко. И вот этот осмос. Видите, у меня здесь только 3 фильтра, постфильтра и мембрану. До мембраны, вернее, эти фильтры стоят. И одна мембрана довольно-таки хорошего качества. Ну, и вот сюда я собираю в этот аквариум осмос. Вначале, как вы помните, я хотел вот сюда собирать. Но куда мне такое количество? Там 200 с лишним литров. Мне вот 50 литров хватит. Вода здесь уже осмос свежий. Я чуть-чуть продувочку включил сюда. Думаю, вот эта вода уже будет получше. То есть, здесь рыбасики будут нереститься гораздо лучше. Показатели здесь 0,0,0,2. То есть, вот так, 0,0,2. Это просто супер показатели. По нулям, конечно, вряд ли удастся сделать такую воду. Но эта вода довольно-таки хорошая. Даже если было бы 0,0,10, я бы тоже радовался. То есть, тоже вода, в которой можно нерестить любую хоронцинку, в принципе. Ну, а здесь были, как вы помните, самы тракатумы, которые нерестились и поедали свою икру. Я их вот в этот аквариум пересадил. Вот он, самец. Такой красавчик. Ну и пусть здесь они живут. Вот самочка подплыла. Пузатая самочка, объетая. Может быть, им сюда... Вот они, посмотрите, какие красавцы, а. Ах, какие красивые сомики. Люблю таракатумчиков, таракашек, как я их называю. Вот они, думаю, сейчас я им кушать буду давать. Не закончил мысль. Возможно, я им сюда заброшу пенопласт наверх. Ну, нерестятся, если захотят, а от нерестятся нет. Нет, пусть же вот так вот. Радует меня своим присутствием в этом аквариуме. Вот такие вот небольшие новости. Далее буду тоже держать вас в курсе событий, как отнереститься не он или же нет. Не знаю, что получится. Ну и потом, конечно же, когда буду сажать барбусов, тоже вам покажу все это. Расскажу. Нерестовиков, как вы видите, у меня теперь довольно-таки много. Ну, куда мне такое количество? Мне вот этих восемь хватит за глаза. И здесь можно отнерестить просто огромное количество рыбы. Ну и вот буду нерестить сейчас всех подряд, экспериментировать. Возможно, других рыбасиков буду приобретать. Тоже нерестить, нерестить и еще раз нерестить. Всем вам огромная благодарность за просмотр этого видеоролика.